Всем привет, с вами Алексей. Сегодня будет репортаж с очередной очень важной экспедицией по восстановлению украинских сортов. Мы находимся в одном из питомников. Я думаю, лучше, чем мои слова, вы увидите, в каком состоянии все находится. Размер, я думаю, тоже видно очень хорошо этих растений. И вы должны понимать сложность получения материала. То есть, что такое экспедиция? Экспедиция это собирается группа людей, в состав которой входит Слюсарчук Валерий Евгеньевич, входит хозяин Полины, входит Сергей Триопоника, входит Слава, скажем так, очень серьезный специалист. И вот я тоже хожу в эту группу. Эта группа передвигается на автомобиле за сотни километров зачастую. Соответственно, все это бензин и так далее. Группа должна где-то переночевать, что-то покушать. Потом группа должна определить, где находится этот куст, который маточный, который реально оригинальный. Затем эта группа должна приехать многоразово. То есть, она приезжает сначала, облагораживает этот куст, спиливает большие ветви. Потом дожидается молодой поросли. Потом эта поросль пригибается, привозится удобрение и так далее. То есть, это очень серьезное дело, ребят, на самом деле. Не такое простое, как нам бы хотелось. Но очень-очень полезное. Итак, давайте потихонечку пройдемся. Будем идти и смотреть, что у нас здесь и в каком состоянии. Растениям в районе 50 лет некоторым. Ну, я думаю, видно размеры, высота достигает, наверное, 8 метров. Вот, допустим, ветка. Вот она где-то примерно, наверное, ну, 7 точно. А то и 8. И их ширина, как вы можете увидеть, ну, здесь, ну, 2 метра точно. Вот в таком состоянии все находится. Орехов особо я не вижу. Внизу, потому что, во-первых, посадки очень плотные. И очень много сеянцев, скажем так, проросло. И вот здесь же еще главное не ошибиться. Где сеянец, где оригинал. То есть, надо обязательно будет получать еще сигнальный урожай. Для того, чтобы быть на 100% уверен, что это вы взяли то, именно, что нужно. Видите как? Все, в каком находится состоянии. Состояние находится в очень запущенном. Я это называю, никому ничего не надо. Вот так вот. Вот так мы свое бережем. Достояние. Люди, ученые этим занимались. Начиналось это все в Советском Союзе. Сейчас это все украинское. И вот так вот все происходит. И в этих зарослях, поверьте мне, есть очень-очень-очень перспективные, достойные сорта. Которые возрождаются. Которые и надо возрождать, и которые возрождаются. Так. Вот. Иди сюда, покажи. Сейчас, секунь. Сейчас, секунь. Сейчас, секунь. Это облагороженный куз, да? Да, это по прививкам. Тебе на паузе? Нет, конечно. Да, здесь была обрезка, поэтому урожайности, разумеется, сейчас не сильно. Вот. Но, по крайней мере, это вот уже свежий орешек, сорт такого вот. Так, хорошо. Очень интересный. Ну, чтобы понятно было, Алексей, вот этот куст был вот точно таким, как-то. Вот, покажи, да. Вот, абсолютно. Примерно был в таком состоянии. И что надо было сделать, для того, чтобы получить омоложенный материал. Так, до. И после. Вот, руку мою возьми, чтобы понимали, что даже, чтобы получить материал. И все это действие происходит, несмотря на погодные условия. Сейчас, например, дождь идет, слякать. Это может быть в разную погоду происходит. Жара может быть страшная. На приливочки пойдут шикарный материал. Согласен. Согласен. Вызревший, узлы хорошие, бочки жирненькие. Все в порядочке. Радует, что очень радует. Да. На тебе орешек, потом покажешь. Спасибо. Валерий Евгеньевич, ну что, как вы находите? Испорчит им всю картину, может, да? Да, ладно, вы испортите. Как вы находите? Смотрите, вот куст. Это же мы с вами тогда были. И вот результат. Да, мы его показывали. Результат. Есть? Да. Это подготовленный куст для того, чтобы получать в данном случае конкретно эти побеги для прививок. Омолодили немножко. Омолодили сначала. Вот. Даже вон, смотри, грибочки пошли. Причем это суперстраты, то есть микоризмы. Рядом куст. То есть, вносили все удобрения. Материнский куст, он уже... Да, кажется, все очень просто, а на самом деле проведена колоссальная работа. Колоссальная. Значит, этому... Да, учитывая, как бы, возраст кустов... Понятно. Ему 60 лет, и он дает прекрасно. Значит, это тоже очень важно. Вот. Возобновляется. Корни собственные растения, есть корни собственные. Короче, это самая главная задача, попробовать раскачать. Случается, значит, это... Из таких зарослей. 60 лет этим растениям. Ну, вот сделали, омолодили. Ну, вот и сейчас привезли комплекс удобрений, который будет даваться растению. Ну, для того, чтобы, во-первых, немножечко и сами стволы на урожайность опять вышли. Ну, и будут оставляться часть порослей для того, чтобы омолодить его полностью. Для того, чтобы, ну, вывести новые побеги. А эти старые тоже со временем убрать года через два. То есть, это все работа не на один год, и это быстро все не делается. Это все сложно. Это кажется легко, с одной стороны. Но, с другой стороны, вы сами можете понять, что это все... Это долго и тяжело, правильно? Это долго и тяжело. Это не дает быстрого экономического эффекта. Ну, по существу, можно сказать, шесть лет. Да, но это перспектива. Это перспектива. И слава Богу, что собрался коллектив, который видит ее, который понимает надобность этого, который понимает результативность нашей украинской селекции, который понимает ее перспективы, который понимает ее, ну, именно перспективы в нашем регионе, в нашей климатической зоне. Это уже показано было не раз. Это уже есть на эту тему научные работы, исследования. Есть сортовые площадки, по которым можно показать это все. Ну, делайте выводы, как говорится, на этом. Если не мы, то кто, да, Сергей? Правильно, если не ты, то кто? Если не мы, то кто? То будет вот так, ребят. Вот так будет. Вот так, вот так и вот так будет. По крайней мере, в ближайшее время о том, что вы должны сами что-то делать. Вот тогда это работоспособно, тогда это можно что-то сделать вместе и сделать правильно. И что-то сделать ценное, и что-то сделать полезное. Так что украинцы все здесь, в слякоть, в дождь, в снег, зимой. И украинцы занимаются очень благородным делом. Очень много может быть по этой плантации, но все должны знать, что ценнейший генетический материал именно вот. Абсолютно согласен, это именно и есть первоисточник. Там, где это все, будем говорить, так зарождалось. Да, будем говорить, так росток, росток украинской селекции. Сколько здесь, в этом питомнике, Валерий Евгеньевич, сортов приблизительно? Ну, районированных только, значит, 8 сортов. Да. Даже, да. 8 сортов, все-таки районированные. Это только районированные. А сколько здесь? А у них, в общем, их тут 50, наверное, сортовных форм. Вот там на выходе, потом еще снимем вообще огромное Уже все показал, да, и оно здесь не одно, здесь таких растений много. Очень все, скажем так, засорено, заросло. Ну, я думаю, вы сами все видите. На сим будем прощаться с вами. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, на канал с колокольчиком. И, я надеюсь, это не последнее видео такого плана. Будем снимать сады, будем снимать питомники. В общем, оставайтесь с нами. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем привет и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok